Подсудимые старательно прячут лица от камеры, пока прокурор выступает с речью. Сегодня в областном суде начались прения по делу черных риэлторов. Шестеро человек обвиняют в мошенничестве, троих из них в убийстве жительницы Самары Татьяны Кладчиковой. Женщина получила в наследство квартиру на улице Георгия Димитрова и частный дом с участком в Зубчининовке. При этом в собственности у нее уже была квартира на проспекте Кирова. Тогда же она познакомилась с риэлтором Цаплиной, которая втерлась в доверие, часто бывала дома у погибшей и через некоторое время похитила ее паспорт. Чтобы продать квартиру на Димитров без ведома Кладчиковой, в документ вклеили фото другой женщины, подсудимой Ледовских. Просто человек сказал, что она согласна, что она в Хабаровском крае наркозависимая, не может. Да, я поэтому согласилась. А я же не думала, что так все получится. Но была трудная ситуация. Меня также лишили квартиры. Жила на квартире, работала, лишилась работы. Слоумышленники сначала продали одну квартиру, потом оформили доверенность у нотариуса на продажу остального имущества. Однако специалисты заподозрили подделку. К тому времени Цаплина успела уже получить задаток за вторую квартиру в 900 тысяч рублей. Думал, это обычная купля-продажа. Думал, так сильно она доверяет своей Цаплине. Поэтому пошла на это. Просто продать квартиру моя была даже не задача, как тут было все сказано, а просто она позвонила, говорит, продать. Обычная, как обычная сделка. Когда настоящая владелица недвижимости заподозрила неладное, Цаплина решила убить ее, чтобы скрыть преступление. Наняла исполнителей. Жертву вывезли в поле в Красноармейский район. Но она успела отправить СМС подруге, что, возможно, не вернется и просит за все прощение. Несчастный несколько раз выстрелили в голову, затем пытались душить. После чего полживую бросили. Если бы ее положили в машину, то есть, ну как вот они нам на стадии следствия говорили, что они убивать ее не хотели, что все это было спонтанно, что Петеряков вроде выстрелил в нее, потому что вот она там ругаться начала. У них была возможность положить ее в машину, довезти до больницы. То есть, в общем, по трассе там получается, наверное, Чапаевская самая большая больница, то есть Чапаевская ЦРБ, в том числе хирургическое отделение. Ну и вполне можно было человека спасти. Ну, об этом как раз свидетельствует умысел именно на убийство, что они это не сделали. Поскольку они, ну, изначально этого не собирались делать, ну, в результате их действия как раз смерть и наступила. Через несколько дней сын убитый обратился в полицию. Следователи тут же задержали наемников, а потом вышли на всю преступную банду. Обвинение запрашивает наказание в виде лишения свободы всем участникам от 3 до 19 лет. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, События.